К празднику преображения пчеловоды Украины заканчивают очередной сезон сбора душистого и полезного продукта меда. И поэтому именно 19 августа они празднуют свой профессиональный праздник – День пчеловода Украины. На протяжении многих лет есть пасечное хозяйство и в Свято-Успенском мужском монастыре. Ежегодно более 70 монастырских ульев вывозят на разные поля с медоносами, где монастырские пчелы собирают мед. О трудолюбии пчел и пчеловодов в сюжете наших коллег. В прекрасную летнюю пору плодотворно выполняют свою работу пчеловоды Успенской обители, молитвой и трудом собирая мед на монастырской пасеке. Пчелы трудолюбивы дисциплинированные насекомые, но не менее трудолюбивы и их хозяева. Как рассказывает пчеловод-послушник Николай, который является насельником монастыря и по благословению священноначалия занимается пчеловодством, в этом году Господь послал щедрый урожай, и мы будем с медом. Он у нас везде здесь, и там возле река, и одна Турунчук река, Днестры, и там свое озеро было, возле озера стояла пасека, там все условия создали для пчел, и пчелы поработали нам, как говорят, на славу. Мы трудились, но они еще в 10 раз больше потрудились, и нам дали радость большую, все им все довольны их трудами. И нам приятно, что столько меда, и главное, чтобы люди были довольны, что в Мазине у нас, в церковной лавке монастырской, есть мед. Ежегодно более 70 монастырских ульев вывозят на разные поля с медоносами. В этом году пасека стояла на массивах Акации и Липы, затем была перевезена на границу Молдовы и Украины, где пчелки собирали мед с разнотравья, гречки и подсолнечника. Мы сейчас посмотрим еще маленькую семью, маленькую семью, которая тоже с отводкой у нас. Мы хотим, чтобы она тоже, у нас, вижу, она слабенькая, но ничего, мы ее подкормили, поставили меда побольше, посмотрели матка сеет. Основную пасеку мы уже пересмотрели, у нас там стоит она далеко, все за 80 километров. Там хорошие медоносы были, мы много взяли, там меда, в основном разнотравья, постовнуха немножко. Да, как раз на границе трех стран наша пасека основная стоит, там Приднестровья, Молдова и Украина. Там хорошие места, такие богатые, там Охутугодия, заповедная зона, там в лесу очень хорошие места, было много разнотравья всякого, там и Молдавского, Приднестровского, да. Так что мед очень вкусный, вот у нас наши церковные лавки разбирают мед, все благодарят, очень вкусный. Связано такое обилие меда с тем, что почти целое лето была не жаркая погода, шли дожди, и поэтому цветение медоносов не прекращалось все лето. Сейчас на пасеках идут подготовительные работы к зимовке пчел. И хотя на дворе еще август, но пчеловоды сокращают семьи, оставляют на зиму мед, а также обрабатывают от вредителей пчелиные ульи. После выкачки меда мы уже собираем семи, сейчас как бы формируем на зимовку, и есть такая, называется, проблема у нас с клещом варотос, надо называть пчеловодовщим народом. Мы обрабатываем пчелы полосками, чтобы клещ не поубил наши пчелы, чтобы зимой были сильные, хорошие семьи, мы его ставим в полоски, которые убивают клещ. Потому что клещ за зиму может погубить, ну, большое количество пчел, даже целые семьи могут погубить. С большой любовью и христианским вниманием относятся наши пчеловоды к божественным насекомым. Именно поэтому наша страна является лидером по экспорту меда за рубеж. Ведь, как известно, своим ежедневным тяжелым трудом пчеловоды Украины добывают сладкий и полезный для здоровья продукт – мед. С праздником всех пчеловодов пожелаю вам многое благое лето, и чтобы пчели наши были тоже здоровыми, не болели, и пасеки наши увеличились. Желаю, чтобы побольше было любителей пчеловодов, тогда мы будем крепко, могуще, наша Украина будет, и все будем здоровые. Продолжение следует...